Всем доброе утро! Сижу сейчас под яблоней на холодном камне. Снимаю начало этого влога, мы уже покушали. Малая там тоже дома доедает, досматривает мультики и пойдет сейчас на улицу, а я буду заниматься обычными своими рутинными делами дома. Сегодня суббота. Ребята, напишите в комментариях, как у вас дела. Давайте с вами пообщаемся, мне будет интересно узнать, из какого вы города. Я уже покормила малую, попила кофе и сейчас буду заниматься домашней рутиной. Буду готовить супчик. Нужно немножко прибрать там за животными все-таки. Шесть попугаев у меня и кролик, поэтому все нужно вот это вот почистить, вычистить. И вышла сейчас вот нервы у травы и пойду домой. Кролика нужно порадовать. Вот, что я и делаю в принципе каждый день, потому что она сегодня грызла прям клетку так дико. Думаю, блин, не пойду я уже в 4 утра рвать ветку. Ну это жесть просто, потому что ей нужно было поточить свои зубки. Вот, честно, настроение такое, какое-то такое просто убитое, подбитое. Ну вот, не сказать, что из-за комментариев вот этих вот, ну как-то, знаете, будто в ветро чего-то вылили мне на голову. Ну вот, ой, короче, не знаю, ауч, как-нибудь с этим всем справимся. Жизнь продолжается. Какое слое. Я уже убрала за своей животинкой. Вот, сейчас собираюсь в магазин. Вот, нужно сходить за продуктами, все-таки решила, наверное, будем сегодня делать оливье. Вот, потому что яиц просто тьмать муще, и нужно их как-то расходовать, иначе это просто испортится все и будет очень прям жалко. Вот, у нас там в деревне просто куры бешено несутся, поэтому там в день 10-20 яиц. Это просто капец, ну нереально. И знаете, мне всегда было интересно, почему, когда какой-то блогер, допустим, выставляют видосы, его там поливают грязью и всякими нехорошими словами, и как только у этого человека выходит какое-то видео, к примеру, там, где он там плачет совсем в рубашечку, допустим, пожалейте меня, либо там на крайняк, допустим, типа ой, там все, достали, я ухожу, его сразу же начинают прям жалеть-жалеть. Ну, блин, вы просто люди, когда обижаете других людей, вы заранее думаете, а не потом, когда, допустим, вы уже обидели человека, этот человек обиделся, и потом вы делаете вид, будто ничего не было. Очень странное, конечно, действие у некоторых людей. Я в основном, если кого-то смотрю, к примеру, я просто стараюсь мимо пройти и даже ничего не ответить. Ну, в плане, не буду вторгаться прям, знаете, в какие-то там переписки, либо писать, ой, ты такое говно, ой, на тебе там такое дерьмо одето. Я подумаю, это в голове, допустим, и все. И зачем писать? Зачем тратить свое время на это? Вот, в итоге, у меня здесь два кусочка буквально небольших колбаски, вот, и с майонезиком два яйца. Вот. Мой перекус обеденный. Утром я, кроме кофе, ничего не пила и не ела, вот, не хочу. И плюс на потом йогурт у меня остался. Мы уже покушали, позвонила мужу, говорю, ну что, сегодня оливье делаем? Говорит, о, да, можно было бы. Ну, вот, поэтому все согласны. Малая и так, в принципе, любит всякие вот эти вот салатики и прочее, так что нормально. А там уже у него выходной 26-27, поэтому я, наверное, уже на вот эти два дня сделаю суп какой-нибудь. Вымыла сейчас посуду, понаводила везде порядки. Вот, и сейчас хочу заняться у кролика вот ее горшком. Вот, пойду поменяю там наполнитель и будет чистенько. Ну, я уже наконец-таки выбралась. Вот, и иду в магазин. Назад придем вместе с мужем. Он как раз сейчас должен приехать, короче, с работы. Ну, выйдет из троллейбуса и пойдем домой вместе. Вот, 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 вот. Итак, пришла я уже домой. Все-таки купила морковки немного. 34 копеечки. Полкилограмма конфет на 2 рубля. Вот, вот, огурчики, колбаса, майонез и горошек. Все еще. Все. И пакетик. Вот мой чек. И такие покупки. Не, ну, я реально еще не видела, кстати, таких этих одуванчиков. Какие-то переростки. Отварила 15 яиц. Вот, что-то на салат, что-то просто так кушать. И, тем временем, поставила варить картошку и морковку. Горошек мне этот нравится. В принципе, такой неплохой. Вот. И сейчас буду нарезать огурец и колбасу. Сейчас я это только помою все. Я сейчас пока нарезаю огурцы с колбасой. Знаете, вспомнила один комментарий такой. Ну, вот, буду периодически, наверное, что-нибудь такое прям брать и отвечать на это. Вспомнила комментарий. Это мне работник детского сада сказала, что якобы меня там даже на почте не смогли выдержать. Ну, что-то типа в том духе, короче. Очень интересно. А вот кто-нибудь, может быть, когда-нибудь посмотрит какой-нибудь работник почты. И пусть вот кто-нибудь просто посекретничает. Почему оттуда вообще люди уходят. Я, честно, со своей совестью, со своей натурой не могу умаливать или заставлять бабушек выписывать газеты. Ставят какие-то космические планы. Ну, должны мы якобы выполнить все. Иначе не получишь какой-то там то премии, то еще какой-нибудь ерунды. Вот. Я говорю, ладно, не надо мне там премии. Так мало того, что из-за того, что я не могу сделать план. Остальные этот план делали как? Подписывали на себя. А знаете, мне на рублей так сто газет, честно, не надо. А когда бабуля, допустим, дает тебе 20 копеек и говорит, девочка, на, это тебе на мороженое? Эта бабушка реально думает, что, ну, это большие деньги. И я говорю, не, спасибо, извините, конечно, ну, я не буду ничего брать, успокойтесь. Вот. И для нее оторвать от сердца 20 копеек, это уже что-то, где-то струнка там ёкнула. А представьте, газет выписывается там на 3 месяца. Даже на месяц. Ей эти деньги нужны, а я должна почему-то человека заставить, ну, просто потратить на фигню какую-то. Но если ей не нужны эти газеты, то зачем заставлять человека? Поэтому прежде чем писать всякую трепедень, кто откуда что ушел, кого откуда выгнали или уволили, меня не выгнали. У нас случился пожар, поэтому я уволилась с работы, это и сама. Поэтому закрываем ротики. И если что-то вы не знаете, лучше у меня спросите лично, я вам отвечу. Итак, я уже, короче, нарезала. Вот огурчик, колбаска и у меня здесь еще горошек уже добавлен. Вот какой аромат, обалдеть, так пахнет вкусненько-вкусненько. Сейчас еще жду, когда картошечка сварится с морковкой и буду чистить яйца куриные. Добавила яйцо. Все, теперь пойду в комнату, буду что-нибудь делать и буду ждать, пока сварится картошечка и морковка. Все, картошка с морковкой сварились, сейчас остынут. И буду добавлять уже в салат и заправлять майонезиком. Все, горошек готов. Была целая тарелка такая. Я заправляю только такую порцию, сколько мы съедим. А все остальное у меня стоит, как правило, в холодильнике. Поэтому осталось буквально еще на утро. И вот сейчас буквально покушать, всем понакладывала. И моя порция. Вот, плюс сделала кофе. И еле-еле пью этот гранатовый. Это жесть, он такой кислый. С ума сойти. Все. Всем, кто собирается кушать, приятного аппетита. И мы пошли тоже есть. Мы уже покушали, сейчас собираемся ложиться спать. Ну, перед тем, как лечь спать. Вот, будем смотреть телевизор. Обычно там по будням хоть есть, что посмотреть. Сейчас будем переключать именно на все эти российские каналы. Вот, сейчас в частности ТНТ идет, поэтому, в принципе, более-менее передачки такие неплохие. Поэтому все. На этом мой день будет окончен. Вот, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, задавайте свои вопросы. Всем спокойной ночи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok